Каждый уголок центрального стадиона заполнен школьниками города. Кто-то играет в мини-футбол, кто-то в волейбол, а кто-то занимается на уличных тренажёрах. На базе детско-юношеской спортивной школы состоялся марафон «Маршрут здоровья», который объединил все спортивные школы города с их мастер-классами. Мы видим заполненные трибуны наших воспитанников спортивной школы, которые показывают мастерство и в боксе, и аших карате мы видели, да, и самая маленькая команда «Сокол» – футболисты, которые пользуются, наверное, самый популярный вид спорта – это футбол, который объединяет всех нас. Но самое главное, что сегодня в нашем мероприятии принимают участие именитые спортсмены. Они своим примером, своим тем спортом, которым они занимались, ещё раз докажут, что занятие спортом – это отвлечение от улицы, это хорошее времяпровождение, когда каждый воспитывает в себе самые главные качества – это выносливость, это укрепление здоровья. То есть мы на объединении каждого ребёнка, и нам приятно, что сегодня с нами и межведомственное взаимодействие – это и комиссия по делам несовершеннолетних, это поддержка огромная, это все тренеры спортивных школ, это родители, они вместе с детьми делают одно целое. На футбольном поле с показательными выступлениями выступили боксёры, каратисты, борцы. Любой желающий мог подойти к группе спортсменов и узнать всё, что интересует по этому виду спорта. А в спортивном зале обосновались именитые спортсмены нашего города. Это чемпион России и мира Сергей Корнев, мастера спорта Пичугин, Галиулин, Лютиков. Они побеседовали с подростками и поделились историей своего спортивного успеха. В практике работы комиссии по делам несовершеннолетних уже традиционным стало проведение недели большой профилактики. Но работая с этой категорией подростков, особенно с теми, кто состоит на всех видах профилактического учёта, мы убеждаемся в том, что этой работы должно быть ещё больше. Она должна быть постоянной, ежедневной. И вот мы в этом году пошли на проведение месячника профилактической работы. И то, что мы видим сегодня, я получаю от этого большое удовлетворение, от этой работы. Потому что, посмотрите, муравейник, муравейник детей, спорт, наши стадионы объединяют детей. Они дают им возможность увидеться с теми, кто нашёл себя в этой жизни. И именно нашёл себя на стадионе, в клубе, в музыкальной школе. То есть нужно помочь нашим детям найти себя в этой жизни, проявить свои способности, проявить свои интересы. Это их сторона. Они должны иметь такую возможность. А мы должны создать все условия для того, чтобы они могли этим заниматься. Они могли вместе заниматься спортом, культурой, искусством. И ушли с улиц и от тех преступлений и правонарушений, которые, к сожалению, в нашей жизни случаются. На территории спортивного комплекса «Старт» обучающиеся станции юных техников продемонстрировали своё умение управлять картингом. А на площадке юные спортсмены поиграли в волейбол. На самом деле в Новошахтинске огромный выбор спортивных секций и других видов дополнительного образования. Развиваться можно абсолютно в любом направлении и с любого возраста. И такой массовый праздник доказал это.